Аксаковский праздник захлестнул всю страну. Наш университет не остался в стороне. 24 сентября эстафету принял Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций. Конференция, посвященная жизни и творчеству Сергея Тимофеевича Аксакова и членов его семьи, собрала ученых и студентов не только нашего вуза, но и представителей таких учебных заведений, как Уфимский юридический институт МВД Российской Федерации. Государственный университет геодезии и картографии Москва, Уральский государственный университет, Башкирский государственный университет, Ульяновский государственный университет, Университет Фатих Стамбул и школы столицы. Открыли конференцию гостей за рубежа. Профессор университета штата Оклахома Шерри Ранне и представитель службы академических обменов из Германии Ангелика Шадек рассказали о том, что произведения нашего знаменитого земляка переведены на многие языки мира и изучаются в учебных заведениях Америки и Германии. Ангелика Шадек заметила, что сказок, написанных Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, хоть и не так много, но по содержанию их можно сравнить со сказками братьев Гримм. Я знаю, что Аксаков только две сказки написал, думаю, да? Это не очень много, а я думаю, что такие знаменитые, потому что там есть очень красивый, очень непростой язык, но я думаю, для иностранцев очень легко можно считать, потому что можно представить все. По работе четырех секций можно было понять, что тема жизни и творчества Аксакова актуальна. Составляются словари, подбираются новые методики обучения. Если в те годы книги об Аксакове можно было уместить, наверное, вот даже полку вот эту бы не заняли, то сейчас посмотрите, только теме Аксаков и Башкирии вот целый стеллаж посвящен. Здесь представлены исследования и сочинения Сергея Тимофеевича центральных и периферийных изданий. А вот третий стенд посвящен работам только в основном преподавателей и студентов нашего педагогического университета. То есть буквально где-то за 25-27 лет произошли такие наглядные изменения. И если раньше это было делом действительно нескольких буквально краеведов-энтузиастов, то сейчас вовлечены и вузы, проводятся конкурсы. Аксаковские чтения – дань уважения и гордости знаменитому земляку, который внес большой вклад не только в русскую, но и в мировую литературу. А наша обязанность как учителей донести эти сокровища до подрастающего поколения.